Вы, ясновидение, да, мы говорим, это вот такой, ну, луч любви исходящий от человека. И вот когда человек реализовывает это действие из себя, от себя выводит от уровня сердца, вот такое желание, чтобы во всем мире у всех все было очень хорошо, и причем до бесконечности. Когда у человека, например, имеет этот желание, это желание, это желание, который, например, имеет этот желание, что все в мире, и что все, что все все хорошо, и что все, в целом, мы смотрим на мир, и мы хотим, чтобы в мире все было абсолютно идеально. И тогда Григорий Петрович говорит, что тогда события мира очень быстро прилипают к этому лучу. И тогда Григорий Петрович говорит, что когда этот ракет исчез, все происходят, все происходят, которые направлены именно в бесконечное будущее, в бесконечное счастье всего мира и человечества. Как только мы такой луч выводим, такое желание, сразу же все события мира прилипают к этому лучу. И они имеют то развитие, которое мы задали по этому направлению, счастливое, вечное развитие каждого человека, каждого живого существа. И оно такое развитие, которое мы преимпостали, в смысле, что это развитие великого человека, каждого живого существа. То есть вы показываете со стороны сердца информацию о вечной жизни, пусть показываете куда нужно двигаться. То есть вы, у вас одним из моих поражений, которые вы поете, вы показали свои действия antервен. То есть вы поисказавши, лето, ваши движения, на уровне от patreon. И мир, так как струянка, эта мульчуна начинает сразу подтягивать вся информация. И тут, Григорий Петрович говорит, тут вы можете увидеть как возникает число. Вот у нас события мира, какие-то два события пришли к нашему лучу и мы получили горизонтально, например, расположенную восьмерку, как знак бесконечности развития этих элементов мира и всего мира одновременно. И уже мы входим в понимание, структуры, силы, тяжести. И если по горизонтальному уровню лежит восьмерка бесконечности, если по вертикальному это будет уже число восемь, так мы видим возникновение числа. Но если посмотреть со стороны, что восьмерка это как бы изогнутый такой ноль и как бы восьмерку разогнуть и получить ноль. Восьмерка, как изогнутый, как если спроволочки ее, да? Например, со стороны вот так, а если вот так развернуть, получим ноль, мы получим начало отсчета. И дальше мы получим уже у нас по координатной оси пойдет один, два и бесконечный ряд чисел, то есть мы видим возникновение числа. И так, мы видим возникновение числа, силы тяжкие. И так, когда человек реализует от себя управление, желание, чтобы всем было обеспечено вечная счастливая жизнь, и готовить себя, то, что с собой мир начинают притягиваться к этому лучу, они начинают иметь это развитие вечная и бесконечная. мы видим некое прилипание событий к этому уровню развития вечному счастливому то есть мы видим и получается что все явления реальности одновременно испытывают на себе вот это действие притяжение к вечной счастливой жизни то есть если это похоже если мы посмотрим на предмет, которое например Например, падает на землю, и если не рассматривать ди вверх и ди вниз, мы видим просто как бы прилипание, вот здесь подобное, да? Вот здесь прилипание всех событий мира, они как бы прилипают той структуре, которая их развивает, выводит на вечное счастливое развитие. Например, если мы видим этот объект, мы посмотрим, если мы взросли, что этот объект, например, в своей поверхности он метал, мы видим, как вы взросли, как то, как допустим superficie, на которой падают, и они были, так скажем, оттяты один из другого. И поэтому, так же, именно так, они начнутся оттяты от этого ража. Это как как-то как-то камень. И вообще все явления реальности, которые под силой тяжести, как бы находятся. И так же, все явления, все являются, что все явления, все являются, что являются, они, одновременно, испытывают на себе вот эту силу, действие, закону именно вечной жизни. По принципу, что какой-то другой объект предлагает именно вечную жизнь, тогда все как под силой тяжести, да, устремляется на этот путь развития. Если так задуматься, то можно считать что от планеты Земля есть некая вибрация. И если мы думаем так, то мы сможем даже решить, что планета Земля имеет некая вибрация которая говорит о том, что на Земле можно жить вечно. И эта вибрация, скажем, что мы можем жить eternally на Земле. Тогда получается вот этот эффект прилипания. И человек, когда идет на зачатие, идет на рождение, он как некий пазл, как бы вставляется в эту структуру, которая притягивает его, потому что тут реализация именно вечной жизни. Как, например, видите, в этой фотографии есть аналогия. Например, когда человек начинает создать, то его эмоция становится от этой реальности, от этого планета, потому что его эмоция после того, как его эмоция находится в своем месте, и выполняет этот кадр. к человеку есть своя миссия для реализации вечной жизни на Земле. И, говорит, если человек приезжает в своей жизни на Земле – поэтому у abgeom sarho на Землю и у меня является идем он идёт на Землю. И и поэтому и приезжает каждый. И вот мы с вами имеем такое образование, мы тогда и реализовываем эту простую, в общем-то, задачу, очень понятную, обеспечить вечную жизнь всем. И мы, соответственно, у каждого абсолютного человека, кто стремится к зачатию, кто стремится к рождению, кто рожден когда-либо был или зачат, у него есть своя миссия, которую Бог никогда не заберет назад. Человек обязательно ее реализует. И, соответственно, это очень простая технология. Это просто нормальное, естественное желание исходящее из уровня сердца человека обеспечения вечной жизни всем. И как только человек это делает, мы сразу именно для всех, и не только на земле. И все начинает подтягиваться как под силой тяжести, как под силой тяжести. Начинает тримиться к этому уровню, который позволяет тебе пожелать человеку. И, соответственно, мы рассмотрели закон, возникновение. Откуда силы тяжести на планете? Это притяжение именно закона, который реализует вечную жизнь для всех. И, соответственно, мы также рассмотрели закон, что происходит на земле. И именно этот закон и организовывает силу тяжести, расположение планеты, галактики, все мироздания, и поэтому стройному закону распределено очень точно. И именно эта законодательность организации на всех планетах, на всех планетах и на всех объектах. И, соответственно, также принципи деятельности, которая создана в основном алгоритме и в целом стихе правительства. У нас с вами был...